Ну вот, собственно, мы начинаем сегодня. Первый доклад уже написан. Дмитрий Павлов, как я понимаю, Георгиевич. Геннадьевич. Не страшно. Геннадьевич, извиняюсь. Дальше все написано. То, что вот будет сегодня будущая космология, а второй доклад будет далеко в прошлом космологии. Все, начали сегодня. Дима, пожалуйста. Сейчас камера... Так и надо, правильно. Вы со мной на «ты», я с вами на «вы», но по именам. Владимир Бурдюжа, известный космолог. Ладно, все. Мой доклад посвящен взаимосвязям алгебры, геометрии, физики и через физику с астрофизикой и с космологией. Только уже космология не в настоящем ее воплощении, а если повезет, то в будущем. Дима, а можно все фильмы читать? Давайте потом. Альфимия будет? Давайте потом. Альфимия космология вообще нет. Альфимия тоже будет. И метафизика тоже. 21 сентября 1908 года на съезде естествоиспытателей Германии Герман Минковский в Кёльне произнес такие слова. С этого часа, с того часа, когда он читал тот доклад, независимые понятия пространства и времени должны полностью уйти в прошлое. А мы должны думать лишь о том или ином виде их союза. Была дана этим докладом «Зеленая улица» новому пониманию пространства и времени, которые до этого были раздельны, как единого континуума. Если бы Минковский немножко подумал о будущих студентах, которым придется учить специальную и общую теорию относительности, он бы чисто из методологических соображений предложил бы тому собранию не четырехмерную геометрию, которая теперь носит его имя, геометрия Минковского, а двумерную. Потому что в двумерном случае одномерного пространства и одномерного времени, которые по его предложению должны быть рассмотрены совместно в союзе, как он сказал, гораздо проще для осознания молодыми неокрепшими умами студентов, ну а также публики, которая с большим удовольствием слушала и лекцию Минковского, и лекции Эйнштейна, и другие лекции, которые были по теории пространства и времени. Но в двумерном случае все намного проще. И особую пикантность двумерному случаю придает тот факт, что у двумерного пространства времени есть теснейшая взаимосвязь с алгеброй двумерных гиперкомплексных чисел, которые называются двойные числа, являются с точки зрения математика прямой суммой двух одномерных вещественных алгебр. Вот так это обозначается. Числа такой алгебры, как и комплексные числа, могут представляться линейной комбинацией с двумя единицами. Одна единица вещественная, вторая единица жи мнимая, жи гиперболическая мнимая единица, отличается от обычной комплексной единицы, которая дает в квадрате минус один, гиперболическая мнимая единица в квадрате дает плюс один. Эта алгебра редко рассматривается, считается математиками неполноценной, поскольку в ее составе есть так называемые делители нуля. Числа, кроме нуля, на которые делить нельзя, так же как нельзя делить на ноль, и числа, у которых норма или модуль таких чисел или соответствующих векторов равен нулю. С точки зрения многих математиков, это безобразное отклонение от хороших, в кавычках, свойств алгебры, в частности, у комплексных чисел одно только исключение, на которое нельзя делить, и это ноль. А здесь их бесконечное множество таких исключений, и эти числа, делители нуля, на которые нельзя делить, обозначены на двумерной пространственно-временной плоскости красными линиями. Нет, 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 давайте... Минковский мог сказать о том, что... Владимир, на бумажку возьмите... Да ладно, я потом все забуду. На бумажку. Вы... Нет, у нас новая космология, новые правила, поэтому давайте все-таки... Я говорю для тех нескольких тысяч, которые будут смотреть. Вас не будет слышно на звуке. Я понял. Не затыкаю. Я готов ответить на все ваши вопросы, но в конце, последовательно. А сейчас нужно сплошняком сделать запись. Вопросы... С точки зрения. Конечно, ну... Давайте так. Надо делать хорошо, это правильно. Итак, у этой алгебры и у плоскости пространства на временной, которая соответствует, есть особые точки. Точки в алгебраическом смысле это делители нуля, на которых нет обратных и на которые нельзя делить. А с физической точки зрения пространства-времени это рудименты светового конуса четырехмерного пространства Минковского. Почему рудименты? Потому что это двумерное сечение четырехмерного конуса, и от конуса остаются только две вот эти красные прямые. С физической точки зрения делители нуля совершенно оправданы. Оправданы с точки зрения пространственной временной геометрии Минковского в двух измерениях. Поэтому у физиков, у геометров нет оснований пренебрегать алгеброй двойных чисел на том основании, что им что-то не нравится с делителями нуля. Физики без светового конуса жить не могут. Это все равно, что астрономия без световых лучей. Представить себе нельзя. И человеческий организм без зрения, без той информации, которая нам поступает по световому конусу, быть не может. Поэтому давайте договоримся, что делители нуля в некоторых, по крайней мере, алгебрах вполне естественны, нужны, и без них было бы крайне печально. И тот факт, что у алгебры двойных чисел таблицы Келли выглядит почти так же, как у комплексных чисел, с той разницей, что вот в этой вот ячейке не минус один стоит, а плюс один, роднит эти алгебры. А то, что квадрат модуля вектора пространственного временного, соответствующего конкретному числу, равен разности квадратов катетов, ортогональных координат, и говорит о том, что геометрия, которая соответствует этой алгебре, и есть двумерная геометрия Менковского. Все здесь сошлось абсолютно воедино, и этим надо не пренебрегать, это нужно изучать. И, собственно говоря, посыл основной моей лекции заключается в том, чтобы геометры, математики, физики, астрофизики и остальные товарищи, которые занимаются пространством-временем, с этой алгебры начинали, а не с четырехмерного пространства Менковского. Четырехмерное пространство никуда не денется, но вы разберитесь в простом, а в сложном разберутся и дураки, без вас. Поэтому мы сейчас будем теми самыми учеными, которые изучают простейший частный случай. Алгебра двойных чисел известна с 1875 года благодаря работам Уильяма Клиффорда. Известный математик, который много сил посвятил различным алгебрам, их мы знаем под именем алгебры Клиффорда. Так вот, алгебра двойных чисел, как и комплексных, как ватернионы и октавы, входит в алгебры Клиффорда. Но алгебра двойных чисел стоит особняком. Почему? Сейчас разберемся. Надо сказать, что задолго до Клиффорда эту алгебру нечаянно обнаружил другой выдающийся математик, геометр, физик, сэр Уильям Роуэн Гамильтон. Примерно в 1840 году, экспериментируя с различными алгебрами, чтобы построить обобщение комплексных чисел на три эвклидовых измерения, с двух измерений, соответствующих комплексным чисел. Он хотел построить алгебру, которая оперирует с векторами трехмерного эвклидового пространства, так же, как алгебра комплексных, оперирует с плоскими векторами. У него многое не получалось. Десять лет этот великий математик попусту исписывал тысячи страниц бумаги, и ничего не выходило. И в процессе этих поисков он наткнулся на варианты мнимой единицы, квадрат которой дает плюс один. Он отверг эти варианты, потому что искомая им геометрия с суммами квадратов, с теоремой Пифагора, для трех или другого числа измерений, никак не вписывается с мнимой единицей квадрат, который дает плюс один. И он ее отложил в сторону, даже не зациклив своего внимания на алгебре двойных или других похожих чисел. Пошел дальше и, как известно, открыл свои знаменитые экваторнионы. Откуда уже возникла в конце концов и векторная алгебра, и тензорная алгебра, и все, что мы знаем о векторном и тензорном анализе сегодня. Они взяли начало в комплексной алгебре, которую Гамильтон хотел обобщить на триплеты, но в конце концов обобщил на четырехмерные гиперкомплексные числа, которым соответствуют четырехмерные эвклидовые пространства. Но это история. Мы сейчас идем в другую сторону. И в этой другой стороне нам встречается такая фамилия, как академик Михаил Алексеевич Лаврентих. Выдающийся совершенно академик, настоящий, который не просто так получает зарплату и звания, и какие-то пайки, а занимался развитием гидродинамики, теории взрыва, много у него различных работ. И среди них книга, которую он написал со своим учеником Борисом Шабатом. И книга называется «Проблемы гидродинамики и их математические модели». Вы меня забиваете, да. Если хотите, чтобы я заикался, вы этого добьетесь. Итак, в этой книге есть вторая глава. И каждому из вас, кто захочет понять логику моего сегодняшнего доклада, просто необходимо найти эту книгу, она в интернете есть, скачать вторую главу и внимательно прочитать ее от начала и до конца. Там в параллели между комплексными числами и их приложениями к физике, к гидродинамике, к другим эффектам, к электромагнитным явлениям рассказывается о наличии алгебры двойных чисел, у которых есть очень и очень похожие математические свойства. И вот мне эта книга попалась в 1980 году, совершенно случайно, когда готовился к экзамену по гидродинамике. Ну, я увидел гидродинамику, надо читать. А то, что прочитал, обалдел. То, что там было написано о алгебре, которая является обратной стороной медали комплексной алгебры, меня потрясло. Я не знал об этой алгебре вообще ничего, с упоением прочитал эту главу и выяснил, что можно смотреть на геометрию с точки зрения алгебр. Не только эвклидовую геометрию и комплексных чисел, но и псевдоэвклидовую двумерную геометрию с точки зрения алгебры двойных чисел. Что там в этой книге, среди прочего, написано? А то, что у двойных чисел над ними есть своя изумительная теория аналитических функций. Только это уже не обычные аналитические функции, Лаврентьев называет их аш-аналитическими. Аш-это хиперболик, гиперболические аналитические функции. И вот эти гиперболические аналитические функции можно представить в виде двух частей, скалярной и мнимой части. Каждая из этих функций уевая, это функция от двух вещественных переменных. Сами функции вещественные, вместе они образуют гиперкомплекс по аналогии с комплексными аналитическими функциями. И для этих функций, если они обладают хорошими качествами дифференцируемости, непрерывности и других замечательных свойств, справедливы гиперболические обобщения условий Каши-Риммана. И вот эти гиперболические условия Каши-Риммана выписаны перед вами. Они один в один повторяют условия Каши-Риммана для комплексной плоскости, только в первом случае у комплексной плоскости здесь стоит знак минус. У гиперболических условий знака минуса здесь нет. И вот если функция удовлетворяет условиям Каши-Риммана, ее можно называть гиперболически гармонической комплекснозначной функцией, а каждая по отдельности вещественная функция удовлетворяет аналогу уравнения Лапласа, только в данном случае это двумерное уравнение Даламбера. Уравнение Даламбера это то же самое, что и уравнение Лапласа, только для двумерного пространства времени. Мы получаем полную аналогию между теорией потенциальных и соленоидальных двумерных векторных полей на комплексной плоскости в двумерном иклидном пространстве и аналогичной теорией, связанной с двойными числами и векторными полями в двумерном пространстве времени. Причем не обычными векторными полями, примитивными, которые обычно рассматриваются в теории специальной относительности, а нетривиальными, связанными с нелинейными функциями, достаточно произвольными, бесконечного множества. И оказывается, у этих функций есть аналогия с потенциальными соленоидными векторными полями пространства времени. В этих полях нет ни источников, ни вихрей. Только теперь источники вихри перестают быть понятными нам материальными носителями обычных зарядов, электрического, гравитационного, гидродинамического и становятся пространственно-временными источниками и пространственно-временными вихрями. Вы проштудируете всю современную физику, я ее старался штудировать, и не найдете ни одного ученого, который бы изучал взаимодействие пространственно-временных источников и пространственно-временных вихрей. А в алгебре двойных чисел и в теории их функций эти объекты, источники и вихрей пространства времени содержатся. Эта математика с ними позволяет оперировать совершенно элементарными образами, и оказывается, в реальном мире мы таких объектов не выделяем. Наше сознание и наш образ мысли о пространстве-времени таков, что мы не сразу можем набрести на эти фундаментальные объекты, которые математика говорит, что они есть, а физика говорит, что их, наверное, и нет. Она даже не задумывается об этих объектах, проходит мимо их и не включает их в объект своего изучения. Это совершенный нонсенс, его нужно закрывать, разбираться и открывать новые разделы физики под названием «Изучение источников и вихрей пространства-времени». Как физика много тысячелетий изучала взаимодействие элементарных частиц, которые близки к источникам и вихрям на комплексной плоскости. Какие тысячелетия применяют? Конкретный пример H-аналитической функции двойной переменной. Вот перед вами эта функция, обратная двойному числу, единица на H. И по тем же самым методам, которые разработаны для теории функций комплексной переменной, или по-другому это называется теория комплексного потенциала, можно построить векторное поле, связанное с производной от сопряженной к H-аналитической функции, и получить поле скоростей в пространстве-времени, где каждый вектор имеет свое собственное направление в разных точках и свой собственный модуль. Опять же, обращаясь к физике, вот такой конструкции, где модуль аналога четырехскорости, только в данном случае двумерный аналог, и не совсем полный, потому что модуль четырехскорости по определению равен единице. А здесь модуль четырехскорости может изменяться от нуля до бесконечности. И вот такая картина пространственно-временная нам не говорит и не навевает ни о каких полях в пространстве-времени, которые можно было бы сопоставить вот с этой картинкой. Это тоже непорядок, и с этим надо что-то делать и присваивать какое-то название таким полям, и научиться работать с ними как теоретическим образом, используя алгебру двойных и других чисел, так и экспериментальным. Я уверен, что эти поля не могут быть чистой математической абстракцией. Эти поля просто обязаны быть физичными. Другое дело, что найти их и указать вот это поле, и есть как раз то, которое записано в теории функции двойной переменной, оно и есть. Это будет непростое занятие, это достаточно тяжелая работа. Во всяком случае, я занимаюсь двойными числами уже 44 года, не могу до конца сказать о всех свойствах этих полей, связанных с двойными числами. Мы дали им название гиперболические поля, они принципиально пространственно-временные, а их источники и переносчики не входят в перечень источников и переносчиков обычных четырех фундаментальных полей, которые знает современная физика. То есть электромагнитные, гравитационные и слабые ядерные взаимодействия по-другому устроены, нежели вот эти гиперболические поля. По-другому, прежде всего, с точки зрения причин возникновения этого нового поля. Там источниками всех четырех фундаментальных полей были частицы с их зарядами, гравитационным, электромагнитным или электрическим, барионным, другими вариантами. Все равно это были частицы. И переносчики тех полей тоже были частицы. Здесь же мы имеем в качестве носителей нового гиперболического заряда, создающего новое гиперболическое поле, материальные события. Материальные события отличаются от понятия события, которое ввел тот же Менковский, примерно так же, как точка пустая трехмерного пространства отличается от материальной точки Ньютона. Материальная точка Ньютона – это была масса, то есть тело с зарядом. А пустая точка может быть и без заряда, и без массы. По Менковскому событию это аналог пустой точки только в пространстве-времени. А материальная точка, которая может быть носителем заряда гиперболического – это событие с каким-то переходом состояния энергии из одного в другое. То есть есть содержание. И вот это событие с содержанием мы называем материальным событием. И материальные события, как показывает и подсказывает алгебра двойных чисел, сильно отличаются от материальных точек Ньютона, тоже могут взаимодействовать друг с другом, как материальные точки Ньютона, но несколько по иному закону, но очень близкому к закону всемирного тяготения или закону кулона электростатического взаимодействия между заряженными электрическими частицами. И можно эти взаимодействия описывать, изучать и использовать как для экспериментов, так и для строительства инженерных устройств. Об этом будет немного сказано в этом докладе. Заинтересовавшись вот этой книгой о двойных и комплексных числах, я заболел темой, начал заниматься ей усиленно с того 80-го года, и однажды пригласил хорошего уровня физиков и математиков для того, чтобы помогли мне в исследовании этой и других более сложных гиперкомплексных алгебрах, в которых наблюдается наличие вот таких аш-аналитических функций. С течением времени это все превратилось в Институт гиперкомплексных систем геометрии и физики, который я учредил и который существует до сих пор. В самом расцвете деятельности этого института численность его сотрудников достигала 25 человек. Сейчас, конечно, существенно меньше, потому что для интенсивной работы нужно финансирование. Внешнего финансирования никогда не было, но было внутреннее, мои личные средства и средства тех сочувствующих людей, которые готовы были личные средства пожертвовать на функционирование института, и институт за счет этого жил. Жил-жил, и к 2013 году созрел, чтобы представить результаты своих работ внимания вот этого замечательного товарища. Этот товарищ имеет звание сэр, или титул, я не знаю, сэр Роджер Пенроуз. Один из известнейших и авторитетнейших физиков и математиков нашего мира. Слава богу, еще живой, ему сейчас 90 лет. В 2013 году он принял наше предложение приехать в Москву. Приехал не в ГАИШ, приехал не в МГУ, не в Институт космических исследований, а потому что надо мной слишком много смеялись в те годы, и даже исключили из чата по астрономии, которым руководят ваши коллеги в ГАИШе. Конечно, я такой злопамятный, и они смеялись, и как говорили, да, конечно, Пенроуз, да еще приедет к Павлову, слушать его чушь, такого быть не может, и вычеркнули меня из списков этого форума. Могу предложить, ну, тема до сих пор сохранилась, прочитайте, это полный бред. Как относится современная наука к попыткам взглянуть по-другому на то, что они привыкли смотреть сквозь вот эти вот, как шоры у лошадей. Это не обида, это моя реакция на ту реакцию, которая была совершенно несправедливой и нелогичной, и сейчас это становится очевидно после того, как Пенроуз приехал. Вот эта картинка мной не на искусственном интеллекте создана, это реальные события десятилетней давности. Пенроуз выслушал нас, и не в стенах ГАИШа, а в стенах Университета Дружбы Народов. Первоначально планировалась лекция будет в Бауманском, и Бауманский тоже отнесся не очень хорошо, постарались заменить наши лекции своими, и при этом пришлось перенести Пенроуза и все лекции в другой университет, который не претендовал на внимание Пенроуза, только в силу того, что там случайно он оказался. Итак, лекции были прочитаны, читали их Сергей Сипаров и Сергей Кокарев, которые присутствовали во время итоговой пресс-конференции в Рео Новости после завершения всего визита Пенроуза в Россию, и на этой пресс-конференции Пенроуз очень хорошо отозвался и обратил внимание астрономов, космологов, физиков, политиков России к тому, что поддерживать нужно не только традиционные, мейнстримовские начинания в исследованиях, но и те, которые кажутся кому-то где-то вздорными, где-то ненаучными, где-то антинаучными. Есть поговорок, пусть расцветают все цветы, а народ и история разберутся. И вот Пенроуз об этом сказал, это было практически первое такое публичное выступление серьезного ученого в защиту деятельности наших ученых Института гиперкомплексных систем и тех результатов, которые мы получили за те много лет, которые прошли вот с 80-го года до 2013-го. На этом семинаре Кокарев прочитал доклад, который называется «Полечисловая теория поля». По сути, он построил игрушечную, двумерную, единую теорию поля, ту, о которой мечтал и не смог построить за время своей жизни Эйнштейн. Эйнштейн строил эту теорию, предполагая, что пространство-время обязано быть четырехмерным и подчиняется метрике псевдоевклидова или псевдориманного пространства-времени с метрикой Минковского в плоском случае. За алгеброй двойных чисел, где может быть построена единая теория поля по мечте Эйнштейна, следует, идя в многомерии, не пространство Минковского, а другие, они называются псевдофинслеровое пространство-время, в которых аналог единой теории поля Кокарева для двумерного пространства-времени строится в трех- и в четырехмерных пространственных измерениях с такой же псевдофинслеровой метрикой, которая выпала из внимания современных космологов и современных физиков. Нужно это выпадение исправить и направить, по крайней мере, часть усилий теоретиков в эти псевдофинслеровое пространство. Один из сотрудников нашего института, Григорий Иванович Горасько, к сожалению, скончавшийся, написал книгу по этой теме. 300 экземпляров, которые были выпущены, давно распродались, это теперь библиографическая редкость. Я радостно отмечаю, что, по крайней мере, у трехсот физиков эта книга как некий потенциальный учебник есть на их книжном столе, и рано или поздно либо они, либо их дети, либо их внуки откроют эту книгу и будут изучать псевдофинслеровое пространство. У них другая методология и другие перспективы. Если не получается пробиться уже сто лет с теорией относительности, куда-то рывок сделать, если не получается у квантовой механики тоже уже сто лет сделать рывок и построить, наконец, теорию всего или великого объединения. Давайте попробуем пути, по которым практически никто не ходил. Зачем искать ключи под фонарем? Там, где все ищут. Надо искать там, где темно, где еще никто не ходил, и там, вполне возможно, будут открытия, от которых волосы станут дыбом. Настолько шикарные перспективы там открываются. Вот туда мой посыл. Смотреть туда, куда мало кто смотрел. И вот туда, куда мало кто смотрел, это двойные числа. Мы знаем, что они очень похожи на комплексные, поэтому на этой табличке они рядышком находятся. Мы видим, что в одном случае квадрат мнимоединицы это минус 1, в другом случае, в данном случае обозначено тоже и, хотя лучше обозначать их по-разному, потому что это разные мнимоединицы, ведущие к разным алгебрам и разным геометриям. Но все равно они очень похожи. Единственное отличие. Вот в этом квадратике минус 1 стоит плюс 1. В геометрическом плане за такой разницей мнимых единиц стоит то, что, во-первых, окружности двух геометрий, соответствующих комплексным или двойным числам, по-разному выглядят. Окружность эвклидова понятная, обычная круглая кривая замкнутая, а вот окружность на плоскости двойных чисел или в двумерном пространстве времени это 4 гиперболы, разделенных тем самым световым конусом или делителями нуля, которые так не нравятся современным математикам, из-за этого они выбрасывают вместе с грязной водой из корыта и ребенка. И вот у этой алгебры и геометрии модуль вектора, когда мы заменим координату вещественную на произведение скорость света на временную координату получается двумерная метрика Менковского. Разве это плохо, что методами алгебры мы можем изучать двумерную геометрию пространства времени? И у этой алгебры есть аж аналитические голоморфные или аж голоморфные функции. И ни одна из этих функций, за исключением линейных, до сих пор сколь-нибудь подробно не изучена. Но это упущение и математиков, и геометрах, и физиках. Надо срочно все бросать и изучать эти функции, потому что без них, я сейчас покажу, прогресса в наших фундаментальных науках не будет от слова совсем. Но то, что известно. Известно, что линейные функции на комплексной плоскости приводят к изменению декартовой системы координат. Первоначальная какая-то базовая система координат x, y за счет функции az плюс b, az это константы из множества комплексных чисел, приводит к переносу, начало отсчета вправо или вверх, к повороту евклидового и к растяжению. Вот те трансформации, которые появляются на комплексной плоскости за счет действия линейных функций комплексной переменной. Это все хорошо и всем известно. Реже, но все-таки известно, что аналогичные линейные функции двойной переменной, а h плюс b, h это переменная двойная, а а и х уже константы из множества двойных чисел, приводит к точно такой же трансформации системы отсчета, только уже в двумерном пространстве времени, а именно к переносам по пространственной координате и по временной трансляции, к повороту, только теперь это поворот в пространстве времени, то есть буст, лоренцевское преобразование, и, наконец, к растяжению. Растяжение, как правило, физиков не волнует, хотя оно тоже играет свою роль в законе сохранения заряда. Но остальные-то преобразования это не что иное, как двумерная специальная теория относительности. Поэтому я сказал, что если бы Минковский обратил внимание своих слушателей в 1908 году на частный случай двумерного пространства времени своего имени, то сегодня бы 90% нормальных, желающих учиться школьников представляли бы себе специальную теорию относительности как дважды 2-4 на основе простых, элементарных, я бы даже сказал, двойных чисел. Во всяком случае, я специальную теорию относительности выучил хорошо только тогда, когда узнал о наличии двойных чисел. После этого у меня все. Шора спали в глаз, и я прекрасно сдавал все предметы, связанные с пространством времени. Хотя нужно было перекинуть мостик от двумерного случая к четырехмерному пространству Минковского. Но это уже как раз та самая сложность, которую сделает и двоечник. Разберитесь в простом. И будем сейчас разбираться. Нелинейные функции комплексной и двойной переменной. Мы знаем, что на комплексной плоскости особый интерес представляют нелинейные функции. Они тривиальны, примитивны. Это переносы и изменения Декартовой системы координат. А вот нелинейные уже дают нам переход к физике, к гидродинамике, к электростатике, к магнитостатике, к гравитационным полям, пускай двумерным, стационарным, но к полям, с тем самым безвихревым и безисточниковым полям, которые мы называем потенциальные соленоидальные, на которых действует куча полезных теорем, с которыми можно работать и где работает уравнение Лапласа. И вот простейшая нелинейная функция, которая чаще всего фигурирует в учебниках по комплексному потенциалу, это функция натурального логарифма от комплексного числа. Если по методам комплексного потенциала построить то векторное поле, которое будет тем самым безвихревым и безисточниковым на комплексной плоскости, это будет поле одиночного, двумерного, точечного, идеального источника. Это логарифм. Это близнецы-братья. Логарифм и есть вот этот вот ежик, который слева. Эти источники это заряд материального двумерного тела по Ньютону. И такой заряд может взаимодействовать с вторым таким зарядом, с третьим, с миллионом и так далее. И на комплексной плоскости это хорошо и легко формализуется. А что мы имеем в случае двойной переменной? Да то же самое. Взяв такую же логарифмическую функцию, но теперь от двойного числа, мы получаем другого ежика. Теперь эти векторные линии в пространстве-времени. И это пространство-время естественным образом самой структурой двойных чисел и функцией логарифма разбито на 4 квадранта. Если мы считаем, что эти 4 квадранта имеют тот смысл, который им придает специальная теория относительности, то есть относительно точки, где находится наблюдатель, условно находится вот этот вот источник, верхняя часть квадранта это абсолютное будущее, нижняя часть это абсолютное прошлое, и правая и левая части это области абсолютно удаленных точек пространства-времени. Все это хорошо расписано в специальной теории относительности, повторяться не буду. Но мы видим, что логарифм всю эту структуру содержит. А чуть позже я покажу, как из этой простой функции появляется новая космология, которая отличается от современной космологии, казалось бы, незначительно, но на самом деле, если пристально взглянуть в структуру этого же логарифма, который является источником пространственно-временным, новым типом источников, заряд которого распределен по световому конусу, по сингулярности, они сосредоточены в точке, как у материальных тел, обладающих гравитационным или электростатическим зарядом. И мы приходим к совершенно другим выводам относительно того, что принято думать о большом взрыве, о том, что было до большого взрыва, а что находится за границами нашей Вселенной. Те ответы, которые не всегда легко находятся в обычной космологии, здесь, с использованием двойных чисел, получают свои варианты ответов легко и красиво. В этом фишка какая-то, да? В том числе. Мы знаем, что если вещественный логарифм на комплексной плоскости домножить на мнимую величину, ну, в частности, на мнимую единицу и эллиптическую, то источник, вот здесь ёжик, превращается в причесанного ёжика, в вихрь. Источник и вихрь – это две сингулярности, базовые, элементарные, которыми обычно работают физики на эвклидовой плоскости. И вот в математическом плане они получаются как два логарифма. Только один логарифм вещественный, и это источник, а другой логарифм мнимый, и это вихрь. Если хотим работать с вихрями, то вот работайте с мнимыми логарифмами. И на плоскости двойной переменной всё абсолютно идентично. Только заменяем вещественный множитель уже на гиперболически мнимую единицу, и получаем вместо вот этого ёжика вот такого, причесанного, только уже в пространстве времени причесанного. Гиперболы здесь – это те же окружности, имеющие единый центр в начале координат, только окружности на псевдоэклидовой плоскости, гиперболы. Но смысл у них тот же самый – окружности. И вот по такому векторному полю можно судить, начал физик изучать вихри пространства времени или нет. А вы не найдёте ни одного учебника, где вихри пространства времени рассматривались как некая фундаментальная, элементарная особенность или источник гиперболически-вихревого поля, аналог магнитного. Давайте всё потом. Замечания через записи и в конце доклада. Мы знаем, что на комплектной плоскости мы можем рассматривать суперпозиции многих источников двух, трёх, 77 миллионов или 10,8 степени, сколько примерно считается элементарных частиц во Вселенной. И эта суперпозиция математически выражается в сумме ряда или разности ряда логарифмов с разными множителями. Физически это означает взаимодействие с зарядов, расположенных в разных точках двумерного пространства, имеющих разные обильности. Перед вами картина двух одноимённых зарядов с одинаковой обильностью на комплектной плоскости и это сумма двух логарифмов. Особенности этих логарифмов вот в разных точках Z-A и Z-B. Это вот эта точка и эта. Остальная картина получается на автомате, потому что свойства комплексно-значной функции с такой записью полностью соответствуют физической картине взаимодействия двух электростатических зарядов. Ну или, если хотите, гидродинамических зарядов, если в каждой точке вытекает жидкость с одинаковой обильностью. Вы можете эксперимент, который всегда дорог, который всегда неточен, у которого всегда куча непоняток, заменить идеальной математической картиной. Экономия миллионы долларов, если перейти к задачам с многим количеством источников и вихрей. И оказывается, что точно такой же формализм взаимодействия гиперболических зарядов или вихрей работает в двумерном пространстве времени Минковского. Никто из нас еще не видел ни одного гиперболического источника или вихря. Но математика уже знает, как они будут взаимодействовать, когда мы эти источники вихрей откроем. У нас будут инструменты для проведения исследований и измерений, и эти измерения покажут то же, что вы видите сейчас здесь. Компьютером построена картина взаимодействия двух гиперболических источников разной обильности, находящихся в двух разных точках двумерного пространства времени. Что обильность? Ты повторяешь это слово много раз. Мощность источника сколько? Это, по сути, и есть заряд. А, заряд. Это заряд. Обильность – это для гидродинамической интерпретации, для электростатической – это электрический заряд, для гравитационной – это... В данном случае у нас заряд гиперболический. Мы еще не придумали систему единиц для измерения, но за этим дело не станется. Было бы признано, что это поле есть, и оно физично, а желающих и претендующих на свое имя для того, чтобы систему единиц возглавить, найдется с избытком. Мы пока скромничаем, с Кокаревым, и не стали-то бежать в порядке паровоза, и новые системы единиц, которые бы обозначали единицу гиперболического заряда, напряженность гиперболического поля, циркуляцию и другие величины пока ни с чем и ни с кем не связывали. С этим дело станется. А вот картинки, сама природа математики и двойных чисел, и функции от двойных чисел позволяет строй. И таким образом мы можем проводить всевозможные переборы любого количества гиперболических зарядов и вихрей и строить пространственно-временную картину итогового взаимодействия таких необычных гиперболических источников стоков и вихрей. В данном случае уже разноименные заряды на комплексной плоскости, а это разноименные заряды на плоскости пространства-времени. Это одноименные заряды на комплексной плоскости, но разных величин зарядов или обильности, как я говорил. Этот заряд в 10 раз больше, чем вот этот маленький. Это вот этот множитель здесь 10, здесь 1. И мы знаем, что картинка точности соответствует аналогичному эксперименту, проведенному с двумя электрическими зарядами, которые относятся по величине один к другому, как 1,10. И вот такая же картина 1,10 относится гиперболические заряды. Дальше разноименные заряды на комплексной плоскости в их ледовом пространстве и разноименные заряды разных величин на плоскости пространства-времени. Таких функций можно построить бесконечное количество. Они не обязаны быть связаны с логарифмами. Это могут быть синусы, гиперболические синусы, тангенсы, арктангенсы, чо, степенные ряды миллионных степеней. И всегда, как на комплексной плоскости, такой произвольной аналитической функцией комплексной переменной будет соответствовать конкретной двумерной задачи, связанной с двумерным полем вектором, которое будет обладать свойством потенциальности цилиндальности везде, где отсутствуют вихри и источники. На плоскости двойной переменной все то же самое. Более того, думаю, можно доказать теорему, что мощность преобразований, связанных с аналитическими функциями комплексной переменной и бесконечное множество соответствующих задач в точности соответствует аналогичному множеству и мощности его на плоскости двойной переменной. То есть эти задачи переплетаются как две стороны одной медали. не живут они друг без друга, и они практически одно и то же, только с точностью до взгляда на геометрию. И такой шедевр комплексной плоскости под названием функции Жуковского. Мы знаем, особенно инженеры знают, что эту функцию Жуковский в конце концов применил для конкретных инженерных приложений, для расчета подъемной силы крыла самолета. Опять же, в той же теории комплексного потенциала можно показать, что обтекание единичного круга можно превратить в обтекание несимметричного профиля, если указать комфортное преобразование, которое переводит окружность вот в этот профиль. И тогда все течение автоматом переводится из вот этого идеального обтекающего круг на менее идеальное обтекающего профиль крыла. Эта идея позволила вывести формулы для подъемной силы крыла и в конце концов позволила эффективнее рассчитывать наши самолеты, на которых мы сейчас достаточно спокойно летаем и не сильно боимся, что куда-то денется подъемная сила и мы упадем на землю. Спрашивается, у этой функции должен быть аналог на плоскости двойной переменной или в двумерном пространстве времени? Обязано быть. И вот сейчас, ну, многие из вас уже видели, но если бы здесь в аудитории были бы представители ГАИШ, они бы увидели впервые картину обтекания, только обтекание в кавычках, в пространстве времени некоторым векторным полем окружности гиперболической. Эта окружность представлена вот этими двумя красными гиперболами. Как трактовать вот эту вот линии тока и линии уровня, которые здесь в данном случае не нарисованы, это обтекание в пространстве времени гиперболической окружности. Будет ли когда-нибудь неким новым Жуковским использована эта функция для расчета подъемной силы каких-то космических звездолетов или для чего-то другого, я не знаю. Но эта функция обязана быть исследована сначала математиками, потом геометрами, потом физиками и в конце концов космологами, если они хотят заглянуть чуть дальше, чем видят что-то в космосе сегодня. Я оставляю эту задачу для будущего, а пока просто говорю, что это построил компьютер и здесь нет ни малейшей фальши в данном векторном поле, которое должно найти свое использование. Мы же с одним из сотрудников нашего института, Сергеем Кокаревым, уже несколько лет пишем книгу «Первый сигнальный экземпляр», который вот перед вами находится. В этой книге исследованы бок о бок две алгебры. Алгебра комплексных чисел и ее теорию функции. Все книги связаны в этих трех томах. Сначала излагается на удобном языке теория функции комплексной переменной и комплексного потенциала, а потом на том же самом языке в параллеле всем тем картинкам и приложениям, которые мы во множестве знаем для комплексного потенциала, излагается для двойной переменной и для того будущего понимания пространства-времени, которое за этим стоит. Надеюсь, книга выйдет, Кокарев попросил два месяца таймаута для ее завершения, и через три месяца каждый из вас может ее приобрести. Содержание большое, общее количество страниц уже больше тысячи будет, но наиболее интересное с точки зрения двойной переменной страницы это вот начиная с глава 7 и дальше до тысячной страницы. Сюда же вошла та лекция, которую Кокарев читал Пенроузой, которая очень понравилась Пенроузой по тому простому обстоятельству, что в юности Пенроуз был одним из тех редких математиков, который не выкинул алгебру двойных чисел на основании того, что там есть делители нуля и что там мы не умеем работать, там нет извините, теоремы Каши и формулы Каши. Это Пенроуза не испугало, он все равно применял эту алгебру для компатификации своих космологических представлений о геометрии черных дыр, за что он получил 3-4 года назад Нобелевскую премию, и поэтому, слушая Кокареву, он знал, что Кокарев ему хотел сказать, в отличие от большинства физиков и геометров, которые слушают меня, которые не смотрели алгебру и геометрию двойных чисел, и которые слушать-то и слышать-слышат, а внутри ничего не колышется, остается как звон, который можно пропустить мимо ушей и жить дальше своими представлениями, что единственными источниками полей являются частицы. Нет, не получится. Кроме частиц, источниками полей, гиперболических полей, являются материальные события, и материальные вихревые события, которые приводят к вихревому гиперболическому полю. Ну вот, эта книга, надеюсь, запомнит постепенно этот пробел, если будет продана хотя бы как у вот этой книги Горасько 300 экземпляров, я буду считать, что мы не напрасно сколько мы потратили время и силы и деньги для того, чтобы эта книга, по сути, настольный учебник для будущих студентов, а может быть и школьников, потому что язык там может быть простым, по крайней мере, для тех, кто популяризует это направление, и когда-нибудь физику можно будет изучать, фундаментальную физику, пространство времени в старших классах. Вернемся к двум источникам. В детском саде. Вполне возможно, по крайней мере, то, что геометрия бывает не только Пифагорова, а и Минковского, нужно преподавать в старших группах детского сада. Чем раньше начнять, тем больше будет шансов, что к школьному и тем более к университетскому возрасту у товарищей молодых будет что-то в голове, а не просто... Круглый девочек ничего. Да. Итак, слева обычный источник, справа пространственно-временной. Так, что у нас там дальше? А, это двумерный случай. Мы знаем, что полноценная физика начинается там, где есть не только два эвклидовых или два псевдоэвклидовых измерения, а три эвклидовых или четыре псевдоэвклидовых пространственно-временных измерений. Как же перейти от двух измерений пространственных и пространственно-временных к трём и четырём? Очень просто. Мы знаем, что тот логарифм, который на плоскости комплексной и двойной давал нам двумерный источник, только в одном случае связанный с материальной точкой, а другой с материальным событием, является частным случаем решения уравнения Лапласа. Уравнение Лапласа это d2u по dx квадрат плюс d2u по dy квадрат равняется нулю. Уравнение тесно связанное с законами неразрывности. Ну и отсутствием источников и вихрей. В трёхмерном случае уравнение Лапласа добавляется третье производное по координате z и решением уравнения Лапласа для одиночного источника трёхмерного является потенциал Ньютона или потенциал Кулона. Это как дважды два знает любой физик. Это, что называется, в любом учебнике, где рассматриваются потенциалы, говорится. Если бы мы захотели построить потенциал материальной точки в четырёхмерном исследовом пространстве, которого, может быть, и нет, это может быть воображение математиков, но математически решить уравнение Лапласа для одиночного источника материального по Ньютону несложно. Вы получите потенциал, отличный от потенциала Ньютона, тем, что под константой С1, а С1 — это и есть заряд либо электрический, либо гравитационный, будет стоять не R в первой степени, трёхмерный радиус, а R в квадрате, радиус уже четырёхмерный, сумма четырёх квадратов. А потенциал — это тоже потенциал Ньютона или Кулона, только не для трёхмерных зарядов, а для четырёхмерных гипотетических. И этот пример важен для того, чтобы перейти к пространству времени Минковского от двумерного случая, которому мы поставили в соответствии двойные числа. Для двойных чисел то решение, только теперь уже не уравнение Лапласа, а уравнение Доламбера. Там те же самые вторые производные, но с другим знаком между пространственной и временной производными. С логарифмом там всё понятно, поскольку двойные числа всё подсказали, и двумерное уравнение Доламбера даёт нам вот такой потенциал в двумерном случае. В трёхмерном случае мы получаем аналогичное решение уравнения Доламбера. Секундочку, уравнение Доламбера это не что иное, как релятивистское волновое уравнение. Ну или на другом языке это уравнение Клейна-Гордона-Фока, которое привело, в конце концов, к появлению квантовой механики. А нам-то в квантовую механику зачем идти? Мы теперь говорим, что нам нужны функции, которые описывают не состояние элементарных частиц электрона, фотона, пемизона и для чего вводится волновая функция и всякие ограничения и дуальные свойства элементарных частиц. Мы теперь работаем с потенциалом классического типа, полностью аналогичным потенциалу Кулона или Ньютона, но только уже для пространства-времени. И вот решение трёхмерного уравнения Доламбера теми же методами, как был получен логарифм на двойной плоскости, даёт нам потенциал отличный от тех, которые встречаются в учебниках современной физики. 12 ты. А, так надо было сразу предупреждать. Хорошо, закруглюсь. Значит, в трёхмерном случае потенциал, обратите внимание, один и тот же, с разницей, что здесь фигурирует трёхмерное эвклидовое расстояние и здесь фигурирует трёхмерное пространственно-временное расстояние, вернее аналог, трёхмерный интервал Минковского. Поскольку физики считают, и я с ними согласен, что мы живём в четырёхмерном пространстве времени, потенциал, который нам будет нужен в пространстве времени Минковского, если мы сторонники теории относительности Эйнштейна и Минковского, будет вот такой уже константа, заряд гиперболически, делённый на интервал пространства-времени четырёхмерного Минковского в квадрате. Этот потенциал вы тоже не найдёте в современной физике, он просто не рассматривается в связи с тем, что источников в виде материальных событий физика пока не видит и не рассматривает. А этот потенциал очень важен хотя бы для того, чтобы по-другому взглянуть на гипотезу Большого взрыва с точки зрения иного взгляда на потенциал нашего пространства-времени и тех векторных полей, которые реализуются в нём и дают нам то разнообразие галактик, метагалактик, звёзд и прочего, что мы видим в окружении, в том числе и особых точек, в том числе точки начала-начал Большого взрыва. Как получить вот этот вот новый вариант, фундаментального решения волнового уравнения. В старом варианте, в правую часть уравнения Д'Аламбера, вот оно, ставили дельта-функцию. По аналогии с решением уравнения Лапласа в нмерных и в клидовых пространствах. Но дельта-функция означает собой точечное возмущение в пространстве, а в пространстве времени точечного возмущения быть не может никогда. Возмущение, точечное в пространстве времени, автоматом размазывается по сингулярности этого пространства времени. В частности, для пространства времени Минковского это сингулярность световой конус. В других пространствах времен, в частности, псевдофинслеровыми метриками, это будут другие подпространства, и по ним размазывается источник. Поэтому в правую часть правильного решения нужного нам уравнения Д'Аламбера мы должны поставить не дельта-функцию в точке, а некую неизвестную функцию, размазанную по сингулярности. Какая-то функция априори мы не знаем. Но мы можем сделать маневр, как обойти и решить уравнение, когда правая часть неизвестна. Если мы предполагаем, что возмущение только одно, давайте обрежем это возмущение и будем решать уравнение Д'Аламбера в новой сферической системе координат, зная, что мы ищем сферически симметричное решение. Тогда от трех углов в новом в этом пространстве гиперболическом ничего не зависит. И вот этот оператор сводится к одной переменной в новых сферических координатах, где фигурирует только интервал. Углов нету. По углам мы знаем, что все будет одинаково. Тогда в правой части мы можем смело поставить ноль везде, где интервал отличен от нуля, то есть вне источников. И решение находится в полпинка. Вот оно. То же самое, что было в эвклидовом четырехмерном пространстве или то, что я вам показывал в четырехмерном пространстве времени. После этого можно восстановить функцию, которая нам заранее неизвестна, и найти распределение гиперболического заряда по сингулярности. Но это уже элементарная задача. Переходим к космологии. Вот вам стандартная картина, упрощенная, я понимаю, она специально для школьников или для праздноинтересующейся публики, но она есть, я ее не выдумывал, она существует в интернете и в различных учебниках, как космологи предлагают публике воспринимать свою идею большого взрыва. Было некое начало, после чего первые миллисекунды, микросекунды, о которых будет говорить Владимир Владимирович в своей лекции, потом пошло отделение излучения от всего остального и возникло реликтовое излучение, потом некая темная зона, потом первые звезды, потом первые галактики, ну и, наконец, к нашему моменту, который считается, примерно отстоит от начала на 13,8 миллиардов лет, появились мы такие хорошие и счастливые, и смотрим в свои телескопы вдоль светового конуса по сторонам, и видим, что где находится. Это классическая картина, она, по сути, вытекает из одного из решений системы уравнения Эйнштейна. Решение нашел Фридман. Необычно, Эйнштейн не сразу поверил этому решению, поскольку он говорил о нестационарности Вселенной. В последующем Эйнштейн признал свою ошибку, и решение Фридмана стало в ряд законных решений, и привел к идее, в конце концов, большого взрыва. То, что в последующем на эту идею наложились некоторые небольшие изменения, инфляционная теория, еще чего-то, это мелочи. Главное, то, что было начало, а дальше буха и понеслось в разные стороны. Так вот, та простая модель, с которой мы начали, двойных чисел, и то четырехмерное решение, связанное с потенциалом в четырехмерном пространстве времени Минковского, приводит нас к альтернативному, упрощенному, нельзя здесь говорить, окончательно, что все ясно и так далее. Просто концептуально подчеркну те моменты, в чем отличается идея большого взрыва или ее аналога в теории гиперболического потенциала от решения уравнения Эйнштейна и Иже с ним. Отличается тем, что мы имеем также некую особую точку в прошлом, имеем конус, по которому разбегаются края нашей пространственной временной Вселенной, имеем прямые мировые линии, которые можем ассоциировать с мировыми линиями галактик. Каждый из этих галактик от наблюдателя, если с наблюдателем связать вот эту временную ось, мысленно он может считаться себя неподвижным, удаляется по закону Хаббла. Чем дальше наблюдатель глядит на эти галактики по своему световому конусу, тем быстрее убегает далекая от него галактика. И на пределе галактики будут от него убегать с максимально возможной скоростью, с которой расширяется вот эта вот гиперболическая Вселенная. Но на этом отличия с классическим большим взрывом не заканчиваются. Здесь зеленым цветом показаны точки пространства времени, либо в двумерном случае, либо в четырехмерном, являющиеся эквипотенциальными. То есть на этих точках космологическое время отсчитываемое от нуля, от начала, от большого взрыва до точки, которая соответствует та или иная точка одной конкретной зеленой кривой одинаково. То есть, грубо говоря, галактика, которая находится здесь и которой условно 10 миллиардов лет и галактика, которая находится здесь тоже имеет по собственным часам тот же возраст в 10 миллиардов лет. Но что любопытно, на этой картине теперь уже нелинейная динамика пространства-времени. И если посмотреть на теорию комплексного потенциала в двойных переменных, то время течет на вот этих гиперболических эквипотенциальных поверхностях со скоростями, все увеличивающимися к прошлому. То есть, чем ближе мы приближаемся к точке большого взрыва, тем быстрее там течет время. И поэтому говорить о том, что от нашего здесь и сейчас, где мы с вами находимся, до большого взрыва прошло 13,8 миллиардов лет, уместно только в том случае, если считать, что наш масштаб скорости течения времени действует во всей Вселенной. Это не аксиома. Вернее, аксиомой это назвали современные космологи, а двойные числа говорят, это допущение. Причем очень вредное допущение. И на самом деле, если вы окажетесь, например, вот на этой гиперболе, в четырехмерном пространстве времени время здесь течет в третьей степени быстрее, чем здесь. То есть, грубо говоря, если у нас здесь время единица, а это в два раза ближе, там в восемь раз время течет быстрее. Грубо говоря, ячейки времени, а не только времени, но еще и пространство, по мере приближения к сингулярности уменьшаются в размерах. И если вы будете свои часы подстраивать под текущий масштаб и попытаетесь посчитать, а сколько времени пройдет, чтобы проникнуть к точке начала, пройдет бесконечность. Вы не сможете приблизиться к началу или к большому взрыву. Поэтому, говоря о 13-8 годах, миллиардов лет у Вселенной, мы говорим о своем правиле подхода к времени и масштабе его, и скорости. А если смотреть с точки зрения самой Вселенной и объектов ее населяющие, там время нелинейно и совсем по-другому. Поэтому те эксперименты, вернее, те наблюдения, которые показал... Скаляк все-таки. Да нет, конечно. Время вообще тензор. Причем тензор четвертого ранга. Но просто об этом сейчас не хочется. У нас простейшие подходы. Так вот, а я уже сбился. Вот, спасибо. Извини. Ну ладно. Я об этом сидел. Да. Ты в день оговорил. Наблюдение, что... Да. Последние, самые свежие наблюдения, которые предоставил Рассенал космологов телескоп Джеймс Уэб показывают, что галактики, которые находятся на 13,2 миллиардов световых лет от нас, практически в 600 миллионах лет от Большого взрыва, имеют внутренний возраст миллиарды лет. Это противоречие с современной концепцией Большого взрыва, где время линейно и лишний раз говорит о том, что мы должны на основе наблюдений Джеймса Уэбба пересмотреть линейную модель на нелинейную и в основу этой будущей нелинейной модели положить законы, которые берут свое начало с алгебры двойных, тройных, четверных и других чисел, за которыми стоят псевдо-финцлеровы геометрии, которые, опять же, на сегодня никому не интересны. Другой момент, который мы получаем, используя двойные числа и их обобщение на многомерные пространства времена. Здесь полная картина источника. Представим себе, что эта картина упрощенная всего Большого взрыва. Это точка Большого взрыва. А это? А это то, что было до Большого взрыва. Когда современным космологам задают вопрос, а что было до Большого взрыва, то есть, когда ничего не было, ни пространства, ни времени, кто во что гораст. Кто-то говорит, а ничего не было, потому что уравнения там не работают, Эйнштейны. Кто говорит, а что, была такая же Вселенная, только она сжималась. У Сахарова есть модель поворота стрелы времени. Он не оперировал двойными числами, он оперировал общими соображениями симметрии и барионной асимметрии, предполагая, что до Большого взрыва была такая же Вселенная, у которой иное распределение материи и антиматерии, и это легло в основу. Мне не нужно рассуждать никаких философских начала, не нужно говорить о симметрии или антисимметрии, просто посмотреть на логику двойных чисел и функции, описывающие элементарные источники, и получить ответ. До Большого взрыва был большой взрыв, направленный в прошлое. Это такая же истина, как то, что с противоположной стороны Земли американцы ходят вверх ногами. Никто не падает, законы мира не нарушаются, и вот мы знаем, что до Большого взрыва тоже был большой взрыв. Но еще интереснее, мы можем предсказать на основании двойных чисел, что находится по другую сторону границ пространственных, вот в этих областях, удаленных, абсолютно удаленных от нас. Там тоже большие взрывы, только уже наоборот, это большой хруст, или большой, как-то по-другому называется. Здесь Вселенные сжимаются, но это абсолютная реальность, которая подсказывается двойными числами. Все хорошо, это теория. В теории всегда можно сказать, ну, надумали, напридумывали, а где эксперименты, которые покажут, что эта конструкция верна, и из нее можно что-то конкретное вытащить. Мы об этом беседовали несколько раз с величайшим, на мой взгляд, человеком, академиком, членом президиума РАН. Долгое время он был директором Института ядерных исследований в Дубне, не брезговал контактами с лжеучеными, альтернативными учеными типа меня, принимал у себя в кабинете в Дубне, принимал у себя дома, пили с ним виски, рассуждали о звездах, о вселенной, о материи. И вот в одном из таких разговоров он мне всегда говорил, все это теории, чушь на постном масле до тех пор, пока ты не принесешь экспериментальные или наблюдательные данные, которые ложатся под эту идею. Мне они не нужны. Как и Эйнштейну было не нужное заявление Дентона, когда он принес, сказал, что лучи света отклоняются так, как вы предсказывали, сказал, не мешайте работать, по-другому быть не могло. Мне тоже экспериментальные подтверждения не нужны. Я знаю, как устроен пространство-время, потому что так устроены фундаментальные гиперкомплексные числа. Не может быть по-другому. Числа – основа всего. В них симметрия, в них правда, в них уравнение и красота. И вот рассказываю Кадышевскому идею эксперимента. Это Кадышевский, Владимир Георгиевич, да, собственной персоной. Он, к сожалению, скончался в 2014 году, но мы за месяц до его кончины в его кабинете, еще до того, как мы выпили вискарика, я ему рассказываю идею эксперимента, которая была навита очень простым соображением. Какой эксперимент из физической электромагнитной тематики проще, чем фокусировка солнечного света в ясный день на сухом листе бумаги, скамейке или траве? Многие из вас выжигали Миша Плёш. Миша равняется любовь, и вообще эксперимент, когда огонь появляется, казалось бы, из ничего, очень впечатляет. И не нужно никаких датчиков. Наших глаз, наших чувств, бумаги, стекла, травы хватает, чтобы убедиться, что солнечный свет можно фокусировать, а значит, и электромагнитные лучи поддаются преломлению, и при определенной форме преломляющей конструкции, то бишь линзы, это все происходит в точке, а в точке концентрируется вся световая энергия. И вот мы знаем, что линза оптическая это не что иное, как часть или сегмент обычной эвклидовой сферы, куска стекла, отпилили кусочек, вот линза у вас будет в руках с определенным радиусом кривизны. Но в пространстве времени, которым мы сейчас занимаемся, сферы уже не эвклидовы. И Герман Менковский, чей портрет у вас сейчас перед вами, говорит, что сферами четырехмерного пространства времени являются три гиперболоида. Два двухполосных и один однополосный. Ну, если рассматривать одного радиуса по модулю. И вот такие линзы, которые были бы в пространстве времени с формой псевдоэвклидовой сферы современной физики и современным космологам, неизвестны. А мне известны. И мы решили построить устройство, которое реализует идею четырехмерной пространственно-временной гиперболической линзы с тем, чтобы собирать в кучку параллельные лучи гиперболического четырехмерного поля, которое пока еще физикам как бы кажется нереальным и неизвестным. Как получить такую линзу? Нужно, прежде всего, иметь аналог закона Снеллиуса. Закон Снеллиуса получен 300 с лишним лет назад, экспериментально, потом подтвержден теоретически на основании волновых взглядов на свет и других. И знаем, что вот n1 на синус альфа 1 равняется n2 на синус альфа 2. И мы знаем, зная коэффициенты оптической плотности n1, n2 и угол падения к нормали границы. Можем предсказать на основании этого закона угол преломленного света. Для четырехмерных лучей нового типа поля все оказалось практически то же самое. Та же конструкция общности комплексных и двойных чисел. Методом обычной физики Кокаревым было получено, что закон преломления новых четырехмерных лучей на границе раздела уже четырехмерных областей границы в этом случае не двумерная, а трехмерная можно записать в виде формулы с гиперболическими синусами. m1 на синус гиперболический b1 m равняется m2 на синус гиперболический b2. Эти лучи и углы уже гиперболические. Это не эвклидов угол, а то, что в теории относительности называется быстротами. Гиперболический угол гиперболических пространств. Но в целом все одно и то же. И эксперимент, который будет являться гиперболическим аналогом опыта с оптической линзой, с правой стороны плоскости перед вами. Здесь для наглядности эксперимент с обычной линзой. Солнце, большое расстояние, чтобы лучи стали параллельными. Две эвклидовых сферы. Именно эвклидовых. Потому что именно такая поверхность в трехмерном эвклидовом пространстве преломляет все параллельные лучи так, что они сойдутся в одной точке. А между этими двумя эвклидовыми сферами должны находиться атомы некого прозрачного вещества, взаимодействующего с электромагнитным полем, обеспечивающим вот этот вот закон Снеллиуса, который был представлен раньше. Все. В конце концов, все лучи сходятся в точке. Формула для фокусного расстояния, тонкой линзы, в каждом школьном учебнике. Проделав аналогичный ход размышлений для гиперболических лучей, заменив Солнце, яркое тело, на яркое материальное событие, взрыв, или некое быстро протекаемое явление в прошлом, заменив большое расстояние большим временным интервалом, заменив две эвклидовые сферы, двумя четырехмерными псевдоэвклидовыми гиперболоидами, то есть гиперболическими сферами, заменив атомы стекла новыми атомами материальными событиями, получив таким образом реализовать вот эту возможность гиперболического закона преломления, мы должны получить, что все лучи, которые были параллельны гиперболического поля, если оно вокруг нас есть, а оно есть, мы живем во времени, а время и есть теми самыми лучами гиперболического поля, о котором мы говорим. Все лучи этого поля сойдутся на одной сингулярности на световом конусе пространство времени минковского если мы живем в этом самом пространстве времени минковского а точка фокуса теперь будет отделена от центра гиперболической линзы не трехмерным расстоянием а четырехмерным интервалом то есть во времени отстоять и формула для фокусного интервала один в один как формула для старых добрых оптических линз только вместо радиусов трехмерных стоят четырехмерные радиусы все вдых ледово гиперболоида все одно и то же уже сам факт повторение всех законов начиная от потенциалов гиперболических и ньютоновских кулоновских заканчивая законным с неллиусом и формулой тонкой линзы говорит о том что мы на пороге нового понимания новых полей которые в силу каких-то зловредных обстоятельств оказались не рамок внимания современных физиков надо исправлять это недоразумение и так делаем линзу более внимательно смотрим на ту область пространства времени между двумя гиперболоидами рассекаем трехмерными пространствами и получаем картинку которую нам нужно реализовать в той лабораторной установки которая будет претендовать на звание гиперболической линзы если линза оптическая это было трехмерное тело и мы его могли подержать рука покрутить отшлифовать четырехмерная гиперболическая линза это не тело это процесс и взять в руки и покрутить ее не получится но ее можно разложить на временные сечения сечения пространственные и вот процесс который мы должны реализовать в рамках своей установки который будет фокусировать гиперболическое поле выглядит как сходящийся слой множество элементарных событий материальных событий вот любой процесс который вы реализуете в нем будет что-то идти волной от большой сферы к нулю тем чтобы скорости переднего и заднего фронтов вот этих областей событий были рисовали в пространстве времени гиперболоид сферу псевдоэвклидова это конкретный закон изменения скорости от радиуса его можно вычислить его можно отследить и если вы эту закономерность заложите в реальной машинке отследите у вас будет устройство которое сфокусирует гиперболическое поле на одну локальную четырехмерную сингулярность то есть в этой точке где сойдутся лучи гиперболического поля будет что-то вроде взрыва гиперболического зайчика аналог солнечного зайчика за той линзой которая на траве выжигала маша плюс миша а здесь вот у меня мечта когда-нибудь выжечь на лекции перед какими-нибудь физиками тоже маша плюс миша только гиперболическим зайчиком и в пространстве они на плоскости бумаги будет эффектно выглядеть а кто не поверит я направлю тогда гиперболический зайчик ему на руку пускай обожжется может быть станет лучше понимаем чтобы сделать эту машинку мы пошли простым путем взяли вижу 10 минут осталось электрод значит 5 взяли электрод заряженный отрицательно и организовали большой перепад напряжение чтобы электроны с минуса перекочевали единомоментно на плюс создали ударную электронную волну по поверхности электрода и создали ту самую исходящуюся волну событий которая реализует гиперболическую линзу мы не умеем пока управлять скоростью движения переднего и заднего фронтов такой волны но можем надеяться как у бутылочного горлышко случайного есть свойство фокусировать свет иногда даже можно костер разжечь от бутылки от донышка так и здесь мы надеялись что в случайном эксперименте с природой обозначенным скоростей вот этого фронтов образуется что-то похожее на гиперболическую линзу нашли установку в институте общей физики ран и афани самок называется серик 2 схема эксперимента было не только катод и анод мы еще вокруг оси катода и она доставили специальный экран надеюсь что где бы ни случилось . фокуса гиперболического зайчика от этого зайчика будут разбегаться в разные стороны продукты его возникновения и часть этих продуктов осядет на электрод а часть на противоположной стороне цилиндрического экрана электроды брали разных радиусов с тем чтобы не упустить тот момент когда гиперболический зайчик выходит из материала мишени и оказывается что называется между электродом и экраном выяснили что при диаметре 2 миллиметра этого два миллиметра действительно ничего внутри мишени не взрывается взрыв происходит примерно на удаление миллиметра от поверхности часть продуктов образовалась образовали на поверхности электрода темную такую пятно состоящие из новых химических элементов это про поводу алхимии здесь действительно в этих новых элементах то что не содержится в материале мишени и материалах самой экспериментальной установки больше всего кремния которого не было от слова совсем много кислорода и других химических элементов а на экране в том месте где и положено образовалась дырка ну или отверстие причем странное это не просто выжгла это как будто съела от бумага этого экрана была съедена неким воздействием наверное связано вот с этим самым гиперболическим зайчиком развертку бумаги вы видим что помимо пятна есть еще всевозможные темные развода другой эксперимент сами разводы я объясняю тем что наши линзы не идеально как стакан является не идеальной оптической линзы это каустики только гиперболические каустики и самое главное ближе уже к концу если мы можем построить одну гиперболическую линзу соединив 2 гиперболические линзы то есть два процесса в заранее рассчитанный процесс так чтобы две линзы образовали устройство под названием оптический телескоп только теперь этот телескоп гиперболические а для этого нужно чтобы кончики фокусных интервалов двух гиперболических линз совпадали тогда мы можем в трехмерном объеме как на пзс матрица современного телескопа отражать состояние событий в далеком прошлом но здесь и сейчас наблюдайтесь через такое устройство события связанные с моментом большого взрыва или с любым событием космического масштаба типа взрыва сверхновой и будет у вас новый инструмент и кроме астрофизиков появятся физики событий и физика и карты астрофизиков станут четырехмерными так я думаю будут выглядеть новые уже космические телескопа в отличие от тех которые здесь на башенках гаиша внутри каждой из этих сфер реализуется гиперболическая линза по согласованному закону а где-то рядышком на одной оси будет та самая трехмерная пзс матрица которая будет это фиксировать для где может быть но я просто взял эту картинку поскольку еще надеюсь никто гиперболический телескоп не создал потому что если американцы или кто-то создал все россии капут это так же как с проектом манхэттен без ответного проекта по атомному у нас поэтому очень хочется надеяться что пока таких устройств нет а мы будем первыми ну и совсем немного осталось мы говорили о двух типах числа комплексные и двойные комплексные гамильтон развил до алгебры кватернионов за которыми стоит четырехмерное эвклидово пространство вот эта таблица кэлли для кватернионов гамильтона если пойти тем же путем и построить четырехкомпонентную гиперкомплексную алгебру стоящий за двойными числами расширить на четыре измерения получится вот такая таблица кэлли здесь все мнимые единицы гиперболического типа в отличие от кватернионов гамильтона эта таблица коммутативная в отличие от кватернионов гамильтона комфортная группа в этом пространстве который является псевдо финцлером с метрикой бервальдемора бесконечно мерная как комфортная группа комплексных чисел как комфортная группа двойных чисел это не случайно и приобретение это фундаментальное приобретение которое переворачивает наше представление пространство времени с нарушения фундаментальных симметрий наоборот на их соблюдение и изучение симметрии этого пространства времени вот этого который справа и есть основная задача математика в ближайшего времени я встречался вот с этим великим человеком это миша громов как он себя просит называть ему 80 лет как и вам товарищ очень быстро мыслящий когда я ему начал рассказывать об этой алгебре и о пространстве псевдофинтер настоящий сказал что группа комфортной симметрии бесконечно не может быть есть же теорема леувиля который говорит что все пространство размерности 3 и выше имеете конечномерную группу комфортных преобразований я ему сказал пространство это не квадратичная метрику имея за псевдофинслерово пространство с метрикой четвертого порядка тут же посмотрел наверх посмотрел на меня да вы право но группа говорит примитивная все заканчиваю уравнение для потенциала единичного заряда в этой геометрии не такое как в пространство времени минковского это сумма логарифмов за ним стоят образы уже не круглых во вселенных и представления пространства времени а многомерных кубов четырехмерном случае это тессеракт и подтверждением тому что именно эта геометрия реализуется в нашем мире является наблюдение 1994 года когда на юпитер упали 22 осколка кометы шумейкеров леви лаврентьев сын михаила алексеевича лаврентьева михаил в девяносто четвертом году проводил наблюдение которые показали что воздействие от ударов нескольких осколков той кометы в те моменты когда они за ними следили принесли сверхсветовое взаимодействие на землю и оказали воздействие на структуру некоторых кристаллических веществ тем самым я считаю это один из первых наблюдений сверхсветовых взаимодействий которые не нарушают общую теорию относительности специально в этих взаимодействиях не переносится не энергия не масса не импульс не момент количества движения не релятивистский импульс это без энергетические взаимодействия которые переносят другое воздействие которое нужно изучать и последний слайд будущие телескопа которые будут работать на сверхсветовых взаимодействиях между объектами не будут круглыми или параболическими тарелочками или стекляшками у телескопов они будут связаны с многогранниками и когда вы в будущем увидите вот лабора обсерватории в которых вместо круглых отражающих или преломляющих устройств будут многогранники считайте что эра гиперболического изучения пространства-времени наступило все спасибо за внимание он здесь есть только ротор гиперболический в отличие от ротора эллиптического на комплексных числах имеет знак не минус а имеет знак плюс просто когда напишешь такой ротор но народу будет некоторое врожденное отражение зачем я без этого все объяснил а так и дивергенция есть только гиперболическая это связано с источниками гиперболическими ротор связано с гиперболическими я думаю что можно строить и гиперболический микроскоп и другие устройства аналоги оптических но просто когда хватаешься за все ничего не добиваешься я предпочитаю последовательно доводить до ума хоть какую-то начатую линию и мне телескоп показался более интересным частности для космологов чем микроскоп зачем космологом микроскоп это нужно биологом биологи пускай строят гиперболический микроскоп в мозгах как раз лучше разбираться с микроскопом согласен на времени мало на ответы вот три минуты осталось давай вопросы а это в кулуарах обсудим следующим этапом почти на заработку микроскопа построены по вашей модели ваше право ради бога особенно покажется действующей модели и особенно когда хотя бы реализует я краем так сказал что на самом деле в поле гиперболической в четырехмерном пространстве с метрикой вот такого типа стоящего за четверными числами справа является псевдо финслеровым с метрикой четвертого порядка а тензорное поле которое соответствует вот этой структуре уже не 2 ранга как для электромагнитного или гравитационного а 4 то есть это матрицы 4 на 4 на 4 на 4 256 компонентов которых независимых тоже куча мы с такими полями еще не умеем работать но обязаны научиться если хотим понять устройство этого мира и построить единую теорию поля мечту эйнштейна не в двумерном игрушечном случае где построил кокарев а в четырехмерном думаю время для такой теории еще не пришло нет нет это несколько десятилетий как минимум но если только все они будут брошены миллиарды долларов пока по окружающему нас миру незаметно что всегда даже бросили тысячи долларов так что до миллионов и миллиардов еще очень далеко и теория такая будет нескоро последний вопрос ты говорим про сингулярность здесь вот как математическая сингулярность а с точки зрения точки с рассмотрения физической сингулярности как ты понимаешь в точке сингулярности электромагнитное поле и заверчим в псевдопространство с псевдометриками в то в частности в пространстве минковского из пространстве времени псевдофинсером бервальда мора сингулярность не располагается в точке в пространстве времени она располагается на изотропном конусе или изотропной вот этой вот граненой пирамиде поэтому когда говорят что сингулярность точки это скорее рудименты и в клидовых представления о многообразии и оттуда тянутся а так все всегда сидит на конусах но тем не менее распределение то скажем поле так скажем сингулярности что будет на сингулярности как положено бесконечности но другое дело что как не существует идеальных точек для материальных тел тела всегда имеют конечные размеры так и то что мы предполагаем идеальной сингулярностью в теории пространства-времени в реальности никогда сингулярностью не будет всегда будут конечные интервалы и всегда там где должна была бы быть бесконечность будет все-таки не нулевое значение как не нулевое значение в тех или иных материальных точках ньютона но не . хотелах гиперболические гиперболические вихри будет любопытно посмотреть на картинки дело в том что построить гиперболический вихрь четырехмерном минковском просто невозможно здесь устройство это одно а ты меня теорию теорию подведи эта проблема существования магнитных монополий размерности 3 и выше магнитных монополий быть не может по геометрическим соображениям если это размерность связано с эвклидовой или псевдоэвклидовой геометрией но вот в пространствах вот такого типа аналоги монополий только гиперболические вихревые могут быть и они есть там уже там другая геометрия все еще раз поблагодарим и соответствует заявленным образованием может действительно просто наше будущее хорошо второй доклад будет мой